Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия за данную возможность выступить. Я вам хочу представить обзор клинического случая лечения рака молочной железы у нас в клинике. Нам в клинику обратилась пациентка с 1975 года рождения. На момент обращения сопутствующей патологии у нее не было. Гинекологический статус был без особенностей, следственность не отчищена. Было исследование на мутации, без всей мутации не выявлено. Пациентке установлен диагноз рака правой молочной железы Т3Н1М0. Третья стадия. Комплексное лечение включало в себя 4 цикла химиотерапии препаратами децитоксалодоксоробицин с эффектом в виде уменьшения размера опухоли. Далее пациентка получила хирургическое лечение в объеме мастектомии с одномоментным субмускулярным эндопротезированием. По гистологии у нее был инфильтрирующий протоковый рак с лечебным патоморфозом третьей степени, метастазы в трех лимфоузлах с лечебным патоморфозом второй степени. Иммуногистохимические эстрогены 49%, прогестерон 35%, хердвонео не выявлено, киши 67-8%. Адьюантна получила лучевую терапию 40-грей и два цикла химиотерапии по прежней схеме. По данным контрольного обследования у нее признаков метастазирования не было. Пациентке рекомендована гормонотерапия атомоксифена. Но пациентка наблюдалась, регулярно проходила обследование. Через 26 месяцев после окончания лечения у нее сначала по данным УЗИ, потом по данным КТ были диагностированы множественные очаговые образования в печени, которые интерпретированы как метастазы. На момент прогрессирования состояние ее удовлетворительное, висцерального криза нет, биохимические клинические анализы крови были в норме. Пациентке проведено 7 циклов химиотерапии, доцитоксалкарбоплотин с промежуточной оценкой эффективности терапии после 2 циклов у нее была положительная динамика в виде частичной регрессии очагов. И после 7 курсов пациентке выполнена магнитно-резонансная томография. Очаговой патологии печени не выявлено. Значит, рекомендовано продолжить гормонотерапию атомоксифеном. Значит, пациентка также наблюдалась. Через 13 месяцев у нее вновь прогрессирование заболевания. По данным МРТ, множественные метастазы в печени, белобарное поражение, очаги от 5 до 20 мм. Значит, получила 2 цикла химиотерапии, доцитоксалкарбоплотин. Было осложнение в виде лекопинии четвертой степени. Была редукция дозы на 25% гемцитабина. Значит, рекомендована также гормонотерапия ингибиторами ароматазы на фоне авариальной супрессии. Значит, получила еще 2 цикла химиотерапии по той же схеме. В редуцированной дозе по МРТ уменьшение размера и количества метастатических очагов. И после 6 курсов, получается, у нее сохранялся единичный очаг в 6 печени. Пациентка направлена на педкомпьютерную томографию, где действительно других метастатических очагов у нее не было выявлено. Ей предложена радиочастотная абляция патологического очага, от которого она отказалась. Обратилась в город Киев, там, извиняюсь за опечатку, 17-й год, написано, это был 12-й год. Ей проведен курс гиперфракционной роботизированной радиохирургии на аппарате Кибернож. В суммарной дозе 4800 грей. Доза была подведена в 3 фракции по 1600 грей. Но лечение перенесло удовлетворительно. В последующем ей проведено у нас в клинике еще 2 цикла химиотерапии по прежней схеме. Из осложнений фибрильная нитропиния 4 степени. Значит, по данным МРТ, у пациентки выявлены новые метастатические очаги, опять биобарно, при регрессии старых. Но тут мы начали думать, с чем мы имеем дело, какое заболевание лечить. И пациентке выполнена трепамбиопсия из патологического очага печени. Получили метастаз карциномолочной железы, иммуногистохимические эстрогены 3%, прогестерона нету, HER2-0-3+, КИ-67-45%. Ну, учитывая биологию опухоли, пациентке рекомендовано проведение таргентной терапии. Вот на этом слайде я вам… Ну, я анализировал, я не стал останавливаться. Но если кого-то интересует, у меня есть в электронном варианте, могу потом предоставить. Значит, в первой линии пациентка получала трастозумап в комбинации с цитостатиками. Но первая у нее была капеццабин, было 6 циклов. Была положительная динамика в виде уменьшения опухоли по данным МРТ, опять же. Но у пациентки был выраженный ладоноподушный синдром, и комбинаторный цитостатик был изменен на винарельбин. Она получила до 11 циклов. Сохранялся по КТ единственный очаг в печени. Пациентке выполнено хирургическое лечение в объеме атипичной резекции печени. По гистологии мы также получили метастаз рака молочной железы, иммуногистохимия не проводилась. Пациентка получала трастозумап в монорежиме. Затем у нее было прогрессирование заболевания. Трастозумап был комбинирован с лопатенибом. Добавлялся также цитостатик капеццабин. Но пациентка опять получила осложнение в виде ладоноподушного синдрома и нейтропении. В третьей линии, по данным КТ, последняя, это уже май этого года, у нее была отрицательная динамика в виде прогрессирования метастаза в печени. Метастаз в Эль-2 позвонке. Также было поражение забрешенных лимфоузлов и лимфоузлов ворот печени. Пациентке предложена комбинация трастозумапа и пертозумапа в комбинации с поклитокселом, на фоне которой, вот следующий слайд, мы тут по данным КТ видим выраженную положительную динамику. Ну, пациентка в настоящее время продолжает получать лечение. Состояние ее относительно удовлетворительное. Весцерального криза нет, кардиологических осложнений нет. Регулярно на фоне терапии трастозумапом у нее был контроль эхо сердца. Ну, на сегодняшний день длительность таргетной терапии составляет около 5 лет. Контроль над заболеванием около 7 лет. Ну, пациентка продолжает получать лечение. Ну, в заключении своего доклада я хочу сказать, что, несомненно, успехом лечения рака молочной железы является определение расстроенности заболевания и, конечно, его биологического типа. И золотым стандартом, конечно, в этом будет четкое взаимодействие патоморфолога и клинициста. И, учитывая то, что иммуногистохимия является очень информативным методом, относительно недорогим, то у данной категории пациентов, я думаю, что у которых нет эффекта от проводимой терапии, это должно быть стандартом в диагностике, биопсия метастатических очагов. И я думаю, что мультидисциплинарный подход в этом плане позволяет нам добиться увеличить, во-первых, строк для прогрессирования заболеваний и процента 5-летней выживаемости. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Какие будут комментарии, Анна Сергеевна? Да, можно у меня несколько вопросов. Изначально Great Tribble, да, в опухоли? Да. Great Tribble в опухоли изначально. А вам патологи только в процентах рецепторы оценивают или по Олларду в баллах оценивают? Ну, тогда сейчас уже описывают в баллах. Тогда описывали только в 2007-2008 годах. Окей. Просто, если честно, из комментариев, то в нашей практике мы, конечно, сталкивались с изменением HER2 статуса у пациенток на фоне прогрессирования в метастазах. Но и по литературным данным, и по нашим данным очень редко происходит такое радикальное изменение от 0 до 3. То есть чаще всего изменение происходит, когда она была 3 плюса, а стала 2 плюса, а не амплифицированная. Либо когда у неё было пограничное значение 2 плюса, а не амплифицированная она стала амплифицированная. То есть вот такие всё-таки драматические изменения бывают очень редко. И, если честно, опухоли с гистологическим грейдом 3, как правило, имеют более высокую пролиферативную активность, чем 8 баллов. Ну, пролиферативная активность на тот момент была определена не у нас. Блоки были конструктированы в онкоцентре имени Блохина, и именно пролиферативную активность установили там. А гистологический грейд они не пересматривали? Ну, и моногистохимический. Ну, нет, грейд – это морфологическая характеристика. Нет, я понял. То есть только моногистохимия была выполнена? Ну, вообще, случаи, конечно, интересные и действительно доказывают необходимость изучения биологии опухоли на фоне прогрессии. Да. Тогда, пока зал думает, у меня тоже вопрос. Точнее, можно включить ещё раз презентацию Артёма Ашиковича? Вы вместе с сидящими в зале прослушали уже цикл лекций. Теперь уже, можно сказать, такой уже вы уже, наверное, и химиотерапевт, и патолог чуть-чуть. Поэтому вы сейчас просто, может быть, не прокомментируете те слайды, которые вы представили уже с точки зрения тех знаний. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд. Так, вот здесь у нас вернитесь обратно. Так, сейчас, 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 сейчас. Вот давайте мы с вами начнём. Опухоль у вас была горвоночувствительной. Да. Через сколько месяцев, точнее, лет возникли рецидив и метастазы в печени? Первый рецидив через 26 месяцев. Через 26 месяцев, через 2 года. Да. Она была на гормонотерапии. На том, что мактамаксифем получила, жалоб у неё не было, она, ну, заболевание. Да, и вот теперь, смотрите, уже с точки зрения, что вы уже обогащены такими, ну, сгруз, да, определенных знаний. И пациентке, был на тот момент вестеральный криз? Ну, давайте так подумаем. Вестерального криза не было. Не было. Да, и пациентке гормоночувствительным раком молочной железы, но мы сейчас, мы не как бы просто вот это с вами, как, знаете, как, ну, адвокаты или как, вот, вы в качестве выступаете рецидента, да, мы проводим анализ. Пациентке гормонопозитивным раком молочной железы, правда, тут ЭКОК-2 почему-то стоит, хотя вы говорите, эстеральная кризис, но, возможно, ну, неважно, стоит, да, вот ЭКОК-2. Это уже не тот слайд. Так, давайте тогда вернитесь обратно. Обратно? На предыдущий слайд. На предыдущий слайд. Теперь первый рецидив. Первый рецидив. Ну, я понял, что... Так, сейчас, сейчас, вот, значит, у нас здесь одевантный, первый рецидив, прогрессирует 26 месяцев, здесь проведено 7 циклов Децитокселл с карбоплотином. Здесь ЭКОК-0, эстерального криза нет, и пациентке проводят сразу не однокомпонентную, а двухкомпонентную схему, Децитокселл с карбоплотином, БРС-мутация у нас не ассоциирована. Вот с вашей точки зрения, в данной ситуации... Ну, четвертое, то, что я сегодня услышал, да, я бы рекомендовал гормонотерапию. Ну, возможно, ингибиторы ароматазы, да? А затем, зачем целесообразно, у ней на томоксфене был рецидив 2 года, и опять возвращаться к гормонотерапии томоксфена, на которой у пациентки был рецидив. То есть, это, получается, приобретённая институтность препарата. Я согласен, я представляю клинический случай, который есть, но сейчас вы... Нет, я вас спрашиваю, у вас, человек, специалиста, который вот уже прослушал курс лекции определённый, я просто хотела вот ваше мнение. То есть, получается, 2 года у пациентки приобретённой резистентность к сифену, а висцерального криза нет, а назначение Децитокселл с карбоплотином. Вполне возможно, мы могли бы назначить ей ингибиторы ароматазы. Сколько лет пациентке? Пациентке на тот момент было 30, сколько лет. Значит, ну, как вариант, мы могли выключить функцию яичников, либо лекарственная, либо, если пациентка сочла бы это возможным и целесообразным, хирургически. Следующий слайд. Она продолжает гормонотерапию через 13 месяцев. Отчего прогрессирование? От начала тамоксифена или... Нет, спустя 13 месяцев это уже вот после химиотерапии у неё была рентрессия очаговка. Она на тамоксифене передает. Она продолжала тамоксифен, да, после этого. То есть у неё какое-то время препарат действовал, цитостатик, потом возникает опять... Ну, рано или поздно наступает прогрессирование, и у неё увеличивается количество метастазов, да? Да. И пациентке... Был тогда висцеральный крест, не был, но мы не знаем. Опять назначается двухкомпонентная схема. Да. И ингибиторы ароматазы. Означается доцитоксил с гемцитабином, да? И у пациентки возникает тяжелейшая лейкопения и нейтропения четвёртой степени. Хотя мы могли бы опять-таки поменять тот же самый фул-вист-раунд и примерно получить те же самые результаты, да? Но без токсичности. Дальше она... Ну, а потом у неё положительная динамика в печени. Хорошо, значит... Ну, мы достигли всё равно в итоге... А, почему потом, смотрите, два цикла, и вы потом всё-таки её переводят на ингибиторы ароматазы с газирелидом? То есть, наверное, сочли, что тяжело пациентке, да, без висцерального кризиса проводить два цикла. Да, ей после двух циклов уже перевели. И тут решили всё-таки перевести её на ингибиторы ароматазы, я так понимаю, да, наверное? Да, правильно, правильно. С выключением функций яичников. Потому что ведь прогрессирования не было. Два цикла эффект, я понимаю, что оценили, либо стабилизация, либо... А вот частичная регрессия была, да, метастазы в случае. Ну, всего два цикла проводят. Да. И сразу переводят на ингибиторы ароматазы, да? Ну, ладно, хорошо. Дальше что у нас получается? И она всё время находится на ингибиторах ароматазы с выключенной функцией яичников. Всё верно. Правильно поняла? Да, верно. Затем она едет в Киев, там выполняется циторедукция. Да? Делается под КТ, у неё сохраняется единичная часть. Это ингибитор, это ингибитор, и так улучшивается эта ингибитор. Дальше что у нас? Фибрильная нитропения, это началось... Это ещё два цикла и провели по той же схеме. В редуцированной дозе гемцитабина с донструкцией. При отсутствии, казалось бы, в стиральной кризис. Дальше. Далее мы увидели появление новых метастазов. Как вы думаете, можно было сразу сделать биопсию печени на тот момент? И вот прежде, чем делать пациентке, сразу проводить химиотерапию, можно было сделать биопсию печени? Вообще, прежде чем... Это тот этап, который пропустить, выкинуть. Так вот, раз. И сделать сразу, как только возник рецидив и метастаз в печени, сразу сделать биопсию. Но я бы посмотрел её на гормонотерапию, сначала вообще без химиотерапии. Если бы... Нет, нет, смотрите, я сейчас просто говорю, а вот сейчас вот ей сделали вот эту биопсию в печени, а можно было эту биопсию сделать при первом рецидиве? Можно было. И определить, что у пациентки ХИР-2 позитивные? Ну, тогда она была чувствительна к химиотерапии. Нет, нет, у пациентки, смотрите, вот у вас ситуация какая? Значит, у вас было комплексное лечение, гормонотерапия на томоксифене и адювантно возникают метастазы в печени. Да. Гормонотерапия, изначально предполагалось гормоночувствительность. Но, тем не менее, пациентка на томоксифене даёт прогрессирование. Я понял. Можно было заподозрить, почему пациентка на томоксифене, ну, казалось бы, она должна 5 лет получать, а у неё ранний рецидив. Да? Ну, по логике вещей, если уж так теперь рассуждать, молодая женщина, можно было сразу сделать биопсию в печени. Тогда бы, я думаю, что вряд ли бы, если бы метастаз в печени мог бы поменять свой биологический партий Пан Сергеевна. Тут тяжело судить, когда это произошло, если честно. Ну, я думаю, что на тот момент имело смысл, конечно, попробовать сделать биопсию. Потому что я почему говорю, что вы говорите на хедопозитивной терапии пертузумабом и тростозумабом, которые рассматриваются как первые. Пациенты живут, у нас пациентка есть, которая 7 лет живёт на пертузумабе с тростозумабом с химиотерапией, и 7 лет у неё нет метастазов в печени. То есть вот этот весь промежуток, всё, что пациентка получала, без химиотерапии. Она могла бы, если бы сразу определили, что у неё хер-2 позитивный истинный потип без экспрессии эстрогенов и прогестерона, она бы у вас на пертузумабе с тростозумабе и жила бы всё это время без вмешательства и химиотерапии, и гормонотерапии, и хирургической. То есть я почему говорю, что очень важно именно мультидисциплинарная команда собраться, вот случается рецидив, собираются хирург, собираются химиотерапевты, патолог, врач лучевой диагностики и обсуждают. Вот да, нетипичная ситуация, сказала молодая женщина, тамоксифения, она даёт ранний рецидив. И с чем это связано, почему вот такая ситуация делается под контролем УЗИ-навидением или КТ-навигацией, в ряд разных ситуаций выполняется биопсия, получается, получает иммуногистохимический, молекулярно-генетический, если надо, там, амплификация, выполняется портрет опухоли, подбирается лечение. И вот ещё раз говорю, у вас блестящее выступление, но вот этот вот весь промежуток можно было вырезать и начать в первой линии пертузумаб с тростозумабом по клетокселам. По клетокселам она у вас получала полгода, а всё остальное она могла быть либо на пертузумабе, либо на тростозумабе. И вот сколько она у вас на таргетной терапии? На таргетной терапии около 5 лет. Около 5 лет. А ещё к этому на всём остальном лечении? Не было ни тропинии, потенциальной угрозы жизни. И даже стоимость высокая препаратов, она была бы компенсирована всеми теми расходами, которые возникли. Поэтому тут очень важный именно подход мультидисциплинарный, который вы представили, и роль патолога. Она крайне важна, потому что определяется не только прогноз пациентки, но и возможность лечения, оптимального лечения. Ты согласен? Согласен, конечно. Спасибо большое. Спасибо большое.